В 1398 году скончался основатель империи Мин Чжу Яньчжан. Преемником стал его внук Чжу Юнь Вэйн. Но спустя всего 4 года император Чжу Юнь Вэйн таинственно пропал. Более 500 лет не прекращаются слухи о его исчезновении. Власть захватил никто иной, как его дядя по имени Чжу Ди. Некоторые историки говорят, что если бы не Чжу Ди, то не было бы 200 лет династии Мин. Лян Си Чао даже восхвалял его. Не имеющий себе равных, мудрый правитель. Но сам Чжу Ди был не так самоуверен подметом того факта, что рожден он был наложницей, а престол был им захвачен. Он стремился не только укрепить свою власть, но и провести коренные реформы. Поэтому на свет появились такие шедевры, как «Запретный город», «Храм неба», «Колокол Юнь Лэ» и «Энциклопедия Юнь Лэ». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Нанкин Нанкин – столица зародившейся империи Мин. В его восточном предместе возвышаются три огромных валуна. Это камни для монумента с горы Яншань. Если их установить вертикально, то получится 70-метровый монумент, отражающий историю цивилизации. К сожалению, как сказали потомки, и ста тысячам верблюдов не сдвинуть их с места. Даже в наше время трудно приподнять эту громадину весом более 30 тысяч тонн. Джуди хотел воздвигнуть памятник своему отцу Джу Янджану, чтобы показать всему миру сыновью любовь ортодоксального преемника. Камни от безысходности, брошенные в пустынном месте, теперь рассказывают неприглядную историю о непомерном честолюбии императора Юнь Лэ, то есть Джуди. В том же Нанкине Джуди в память своей матери собрал 100 тысяч мастеров, и за 19 лет работы была возведена 80-метровая глузурованная пагода Леулита. По высоте она превзошла к камня для монумента с горы Яншань. Джуди назвал ее первой пагодой. Спустя более 200 лет италандец Йохан Нихов сказал, что никакое другое сооружение в Китае не сможет соперничать с ней по красоте. Даже никогда не бывавший в Китае знаменитый сказочник Андерсон в своем произведении упомянул эту фарфоровую пагоду, полностью покрытую большими изразцами и глузурованной черепицей. В те времена для судов на реке Янзы в пяти километрах отсюда эта сверкающая башня служила координатами Нанкина. Неудивительно, что некоторые называют ее самым большим фарфоровым изделием эпохи правления императора Юн Ле. С тех пор начался новый виток истории китайского фарфора. Когда более 100 лет назад это огромное сверкающее сооружение было с грохотом разрушено во время беспорядков в последние годы династии Цин, облако пыли накрыло весь Нанкин. С тех пор, как мелодичный звон фарфора разнесся по всем бассейнам реки Янзы, почти в каждую эпоху появлялись восхитительные шедевры, достойные поклонения. Была ли в эпоху Мин утварь, на фоне которой меркнут танцкая трехцветная керамика, изделия из сунских знаменитых гончарин и юанские светло-синий фарфор? Сможет ли знаменитый на весь Китай своим производством фарфора Дзин Дэ Джэнь продолжить победоносное шествие Каулина? Станет ли фарфор самым тяжелым и дорогим товаром морского шелкового пути? Джан Хэ стал знаменитым благодаря семи морским походам на Запад. Но мало кто знает, что он был одним из тех, кто контролировал строительство фарфоровой пагоды. Это обычное на вид бревно было найдено при раскопках в Нанкине. Было установлено, что это 11-метровый рудер-пис руля древнего деревянного судна. Предполагается, что в длину судно достигало 150 метров и весило около 1500 тонн, что в пять раз больше корабля Святая Мария, на котором плыл Колумб, когда открыл Америку. Оказывается, здесь находятся руины судостроительной верфи династии Мин с семью доками. Специалисты предполагают, что флотилия Джан Хэ, возможно, родом отсюда. Более 500 лет назад, Джан Хэ возглавил масштабную флотилию более чем из десятков тысяч человек в походе в Западную Азию и Восточную Африку. Нужно сказать, что поход Джан Хэ служил распространению славы об императоре Юн Ле. Шелк, чай и фарфор также были непременными спутниками в путешествиях в дальние страны. Голландский городок Лео-Варден, как и многие другие города Европы, неброский, но колоритный. Знаменитой большой коллекции китайского фарфора музей керамики Голландии находится именно здесь. Заведующая отделом Востока Ева жила на Тайване 8 лет. Действительно, у него острый взгляд, сильные когти, воинственное тело, бесстрашный и надменный вид. Многие музеи мира хранят созданные в годы правления императора Юн Ле династии Мин сосуды с синими узорами в виде дракона. Все эти кружащиеся в танце драконы необычайно точно передают процветание и дух энтузиазма той эпохи. Китайский фарфор для иностранцев был очень важен. Чудом Востока. Благоголение и жажда обладать им ничуть не угасли с течением времени. Поэтому фарфор можно считать символом того, что приводит в трепет весь мир. Роскошь шелка и неповторимый аромат чая не менее желанны. Но им не хватает той характерной сдержанности. К тому же фарфор можно передавать из поколения в поколение. Поэтому плавание Джан Хэ позволило фарфору произойти все прошлые эпохи и обрести особую миссию. Благодаря ему и Дзин Дэ Джэнь стал более значимым. Сорокалетний Дуань Пхэндзинь с рождения живет в Дзин Дэ Джэнь. Каждый год в июне, в эти дни он встречается со своими соучениками и учителем. На самом деле ежегодная встреча – это своеобразное представление. Туристам со всего света демонстрируется древнее искусство обжига китайского фарфора. Но это всего лишь заключительный этап сложного процесса изготовления фарфора. Дэ Джэнь Пхэндзинь с учителем и другими соучениками дают представление о восстановленной печи династии Мин. Демонстрируемые ими технологии и мастерство практически не изменились по прошествии сотен лет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА С прихода В этом ночи настал решающий момент. Глина начинает меняться в объятиях пламени. Возможно, это и есть причина превознесения древнего китайского фарфора во всем мире. В годы правления императора Юн Ле династии Мин в Дзинда-Джэнье уже было 58 казенных гончарин. На них было занято более 10 тысяч рабочих. Масштаб печей также намного превосходил династию Юань. Но спрос все равно превышал предложение. Поэтому императорский двор передал часть заказов частным гончарням. Несмотря на усыпный контроль официальных надсмотрщиков, не удалось предотвратить распространение в народе технологии производства высококлассного императорского фарфора. За этими передающимися из поколения в поколение криками скрывается надежда. Сегодняшним туристам сложно прочувствовать то предвкушение и трепет, которые испытывали рабочие, открывавшие печь сотни лет назад в эпоху династии Мин. Успех или неудача, радость или огорчение появятся вместе с открытием печи. Субтитры создавал DimaTorzok В современной Индонезии множество людей живет и работает в порту Джакарте. Деревянным судам, пришвартованным у берега, уже более сотни лет. Но их все еще используют. Товары со всего мира прибывают сюда и продаются повсюду. Когда в эпоху Минской династии горизонт закрыл лес парусников, и словно мираж вдруг появилось больше сотни огромных судов, жители прибрежных территорий Юго-Восточной Азии, должно быть, подумали, что они прибыли из фантастического государства. А привезенные Джанхэ сокровища и фарфор еще больше пробудили грезы людей о райской стране. Тогда представители местных императорских дворов, чтобы увидеть своими глазами небесную династию, отправились на родину Джанхэ и оставили там свои следы. Город Дэчжоу, провинции Шаньдун. Гид Ань работает, как и все обычные люди, но в ее жилах течет кровь предков с богатым прошлым. Человек на портрете Падука Бахала, восточный князь древнего царства Сулу. Он является предком Ань. участвует на князь. Почти 600 лет назад 340 человек под предводительством трех князей Сулу явились на аудиенцию китайскому императору. Джуди был очень обрадован. Наконец-то его тщеславие было удовлетворено, и он распорядился оказать гостям радушный прием. Но когда князья Сулу возвращались домой, восточный князь неожиданно заболел и скончался в Де-Джоу. Так он полностью слился с землей его мечты. Некоторые его родственники и сопровождавшие остались присматривать за захоронением, пока в эпоху Цинской династии наконец не стали одним из народов династии Цин. Эпоха Юн-Ле была преисполнена энтузиазма и героизма. Фарфор того времени отличается величием, роскошью и необыкновенной красотой. Потомки часто величают его Юн-Ле, или вечная радость. Кроме синих узоров Юн-Ле, также известна и белая глазурь, гладкая и блестящая, словно лед или яшма. Она, безусловно, считается раритетом. В годы правления минского императора Юн-Ле было много великих свершений, которым не было равных. Но до сих пор непонятно, почему, как в времена Танской, Сунской и Юаньской династий, не было создано выдающегося для своей эпохи фарфора. Возможно, для Джуди фарфор был всего лишь маленьким носителем его высоких устремлений и размаха. Хоть он и пересекал моря на судах, но мог быть лишь подарком, символизирующим могущество и процветание, а не товаром, приносящим огромную прибыль. В 1424 году император Джуди скончался. Завершилась самая блистательная эпоха династии Мин. А через несколько лет корабли Джанхэ покрылись пылью, оставив в сердцах людей бесконечное сожаление. Китай снова закрыл заставы и запретил морскую торговлю с иностранцами. Возможности были отложены до наставшей через полстолетия эпохи великих географических открытий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Говорят, что так он хотел обезопасить себя от политических угроз со стороны моря. Во времена запрета на морскую торговлю с иностранцами Джан Хэ мог только расписаться в своем бессилии. Но зато Китай постепенно становился целью остального мира. В 1492 году, направлявшийся в Китай Колумб, случайно открыл Америку. В 1498 году португальский мореплаватель Васко Дагама, обогнув мыс Доброй Надежды, достиг Индии и пересек тогдашний путь Джан Хэ. В 1521 году Магеллан пересек Атлантические Тихие океаны и достиг земель королевства Сулу. Хотя сам Магеллан умер на чужбине, но единственное выжившее судно «Виктория» через год вернулось в Испанию, завершив первое в истории человечества кругосветное путешествие. Алчность авантюристов привела к великим мировым географическим открытиям. Существует мнение, что это Джан Хэ впервые в мире обнаружил Америку и Австралию. Но, к сожалению, нет неопровержимых доказательств. Эта версия всего лишь небольшое утешение для Джан Хэ. В 1514 году португальцы пересекли бушующий океан и впервые высадились в Китай. Возможно, человек по имени Андреа Корсали был первым европейцем, увидевшим производство фарфора в Китае. Андреа Корсали еще не знал, как называть эти предметы на родном языке. Но он с жадностью купил 100 тысяч штук. Казалось, он уже видел себя в одночасье разбогатевшим. Неизвестно, каким способом он преодолел запрет на морскую торговлю с иностранцами, но через 8 лет король Испании издал указ, согласно которому доля фарфора на всех торговых судах, возвращающихся с Востока, должна была составлять не меньше одной трети от всех товаров. Жажда наживы привела к процветанию контрабанды. Приказ о запрете торговли с иностранцами обходили всеми путями. Предположительно, только в 16 веке, по скромным подсчетам, в Европу было вывезено на продажу 2 миллиона экземпляров китайского фарфора. Тогда эти приносившие 600% прибыль изделия получили иностранное название «Чайна» – китайский фарфор. Императоры династии Мин занимались самолюбованием за закрытой дверью. Казалось, вся щедрость была полностью растрачена в годы правления императора Юнг Ле. В то же время всю Европу, подобно пламени, захватил итальянский ренессанс. Не устояв против искушения востоком, в клане Медичи во Флоренции появился страстный поклонник китайского фарфора Франциск. Он не мог понять, почему только китайцы могут создавать такие фантастические изделия. Тогда ему в голову пришла смелая идея – изготовление имитации. В мастерской Медичи мастера смешали перемолотое стекло и белую глину и попытались изготовить фарфор. В их представлении яркий сверкающий фарфор, возможно, был полупрозрачным стеклом. К сожалению, они не нашли секретный ключик к воротам рая. Результат их трудов только на первый взгляд походил на оригинал. Неоспоримым был лишь тот факт, что европейцы упорно желали обладать фарфором. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова